Для любого нормального мужика в городе должна быть тёлка. И тёлка у него правильная. Ну что, похоже, ангел опять с нами? Какой же это прекрасный механик, господи! На такое в истории ещё никто не решался. Два простых русских парня решили первыми на мотоциклах обогнуть весь земной шар. За 8 месяцев они собираются преодолеть около 100 тысяч километров и побывать на всех континентах и в 36 странах мира. Владимир Рощин, 27 лет. Увлекается мотоциклами с 13 лет. Я работал в офисах, в департаментах. Жил как настоящий офисный планктон. Стоял в прохладе, смотрел телек, как миллионы мастеричей. В 27-е годы мне понял, что нужно что-то менять и решил уехать. К тому же мнению пришёл и Макс. Максим Привезенцев, 39 лет. Впервые серьёзно увлёкся мотоциклами 3 года назад. Если вы не потеряли себя окончательно, рано или поздно с вами произойдёт то, что произошло с нами. Мы решили сбежать, чтобы обрести себя. После посещения Мачу-Пикчу Максим и Володя продолжили кругосветное путешествие. Следующая плановая остановка в столице Перу – Лиме. Но для этого надо проехать с 1350 километров по знаменитым и опасным Ангам. Для мотоциклиста это очень серьёзное испытание. «Счёт Макс, папа, камон, камон!» Мне кажется, мы оказались на грёбалых, мать его, небесах. Мы оседлали наших железных коней марки «Харли Дэвидсон Спорстер» с объёмом мотора 883 кг сантиметра. С неработающими тормозами, текущими головками цилиндров отправились в город Лима. У нас было ощущение, что мы не доедем не то что до города Лима, а даже не выйдем за пределы города Куско. Первая часть дороги была красивой, швейцарской, с идеальным асфальтом. Светило солнышко, было очень комфортно и интересно ехать. Но потом дорога резко поменялась. Начались горные серпантины. Дорога становилась всё тяжелее, тяжелее, тяжелее. Мы постепенно добрались до высоты больше 4500 метров, и природа поменялась совершенно. Непады-Вандах – это глыбы камней размером от мотоцикла до Камаза, которые летят с огромных высот, падают на асфальт, но при этом асфальт настолько прочный, что в нем не остается яма, они просто лежат на асфальте. И это очень опасно, потому что не знаешь, в какой момент и откуда они у тебя свалятся. Из дневника Володи. В самом начале нашего путешествия мы перестали думать об опасности, чтобы наслаждаться тем, что с нами происходит. Поэтому чувство страха у нас пропало уже давно. И если бы мы попали под горный обвал в Вандах, было бы скорее весело, чем страшно. Дорога по Перу уникальна. Она очень суровая и одновременно очень красивая. Наверное, все суровые дороги красивы. А все дороги, которые комфортны, они не обладают таким потрясающим ландшафтом. Это закономерность, которую надо взять на вооружение всем искателям приключений. Утром следующего дня Максим и Володя, уставшие от утомительного перегона и кислородного голодания, заметили небольшую хибару у обочины. Будем завтракать на четырех тысячах метрах в Вандах, в Перу. По отличие от европейцев, перуанцы не могут себе позволить жить в одном месте, а работать в другом. Поэтому, как правило, они все живут и работают у себя дома. Байкеры. Здесь ездят перуанские байкеры. Мы сейчас покажем, что здесь ездят еще и байкеры из Москвы. И кафе, в которое мы попали с утра, это не было на самом деле кафе. Это был просто дом, в котором жила доброжелательная тетушка с дочкой. Они готовили еду и угощали этой едой всех голодающих, страждущих путников на этой дороге. Life is shot. Do it hard. Ну что, выводи. Яйца есть, рома есть, чай есть, яйки есть. Мне кажется, это лучшее место, чтобы встретить старость. Чтобы дожить до старости, надо пить чай с листьями коки. Если бы этого места не было, его надо было придумать. Это чай дорогих гостей. Это листья коки. Отлично. Давайте побольше. Чай с кокой и с ровным. Четыре бут. Тебя безмерно на стаканчик нальют, чтобы не осталось листов всегда. Спасибо. Все прям подомашиваю. Молодой человек, мне кажется, в ужасе. Мне кажется, сюда высадились инопланетяне. Даже инопланетян, по-моему, так и не смотрят. Пойдем. Пойдем. На двухколесных ламах. Она встретила нас радушно. Она села с нами за один стол. Вместе со своей дочкой мы прекрасно вместе позавтракали. Сестеринка даже выглядела, как настоящим семейным завтраком. И мне осталось только отвезти дочь в школу. И выполнить свой супружеский долг с этой замечательной женщиной. Как-то дальше вместе поеду. Может быть, ты встретил женщину своей мечты? Ты не запил? Да. Почему нет? Красиво. Сейчас уже редко, чтобы утром было. Жень, что завтра, ребята, давай, не смотрели. Встало все до того. Зачем выпадало мужчинам, потом села и есть сама. Настоящее перуанское бестеприимство оказалось спасительным для русских мотоциклистов. Набравшись сил, парни продолжают движение. Далимы еще около 600 тяжких километров. И надо во что бы то ни стало преодолеть их за день. Мы столкнулись с новым для нас явлением, таким как перуанский километр. Когда мы выехали, наш замечательный навигатор, который никогда не врет, показал нам 300 километров. И за время дороги он менял свои показания раза 4 на 900, 800, 600, 500, 300, 500, 700. Поэтому понять, в какое же время мы все-таки приедем в Рим, было абсолютно непонятно. И оставалось только надеяться, что ночь не застанет нас в пути. Погода в Андах оказалась самой переменчивой на всем маршруте. Даже более нестабильной, чем в километражной навигаторе. Наверху было очень холодно, внизу жарко. Мотоциклистам постоянно приходится переодеваться. Но и это не все. Дорога дарила постоянные сюрпризы. Бумажная карта показывала мне, что Анды вот-вот должны закончиться. Переходишь через перевал, и у тебя все новые и новые серпантины. Резина лысая, повороты безумные, фуры ездят как сумасшедшие. Это невыносимо. И на одном из поворотов мы увидели аварию. Аварию, которая, в общем, наверное, была апофеозом этой дороги. Все гонять безумно. Надо ехать очень аккуратно и только на своих мотоциклах. Полицейская машина помята лежит в пувете и автобус. И нас просят какие-то записки передать в соседний городок, что типа все живы-здоровы. Я вспомнил все наши поездки на автобусах с безумными водителями. Я вспомнил все наши серпантины, которые нам приходилось проходить по этим горам. И это, наверное, был таким пиком напряжения. Серпантины, авария. Анды закончились неожиданно. И ребята оказались в настоящей пустыне. Где-то недалеко на карте синел берег Тихого океана. И вскоре дорога должна была пойти уже вдоль побережья. Из дневника Макса. Никогда я не испытывал такого напряжения и переутомления. Анды нас серьезно вымотали. А на равнине накрыло настоящее пекло. Мы мечтали увидеть океанский берег. Я был уверен, что как только мы его увидим, мы забудем обо всем и просто заедем в воду, чтобы отдать ей свою усталость. Примерно так и получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Песчатном пляже мы увидели еще один мотоцикл. Это был зеленый мотоцикл путешественника из Шотландии по имени Дэйв. Этот человек около года путешествует по всем странам Латинской Америки. И этот человек оказался очень близок к нам по духу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не помню, кто первый предложил поехать дальше вместе какое-то время. Дэйв либо мы. И, может быть, ему тоже было интересно какое-то время провести с нами. Потому что не каждый день встречаешь людей, которые все бросают. И на долгое время уезжают открывать новые места. Путешествовать по миру на мотоциклах – это отличная и очень смелая идея. Но решиться на нее могут только очень любопытные и страстные люди. И эти ребята из России на самом деле очень любят жизнь и очень любят мотоциклы. Я даже немного расстроен, что не могу поехать с ними до конца. Мы договорились доехать вместе до самого севера Южной Америки. И для меня большая честь прокатиться с ними пару недель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехав в Лиму, парни почти сразу отправились на поиски мастерской по ремонту мотоциклов. Мы чудом дотянули до Лимы. Практически все масло, которое было в маслобаке, вытекло через головку цилиндров. У нас была абсолютно лысая резина. У нас перестали работать задние тормоза и почти стерлись полностью колодки. Мотоциклы перестали вообще наслушаться и как-то вообще управляться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Не подскажете, где в Лиме находится дилер Харли Дэвидсон? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете? Дилер Харли Дэвидсон? Дилер Харли Дэвидсон? В Лиме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете или нет? Дилер Харли Дэвидсон? Дилер Шик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучше пожуй листья в коке, чувак. Ну, вот это значит, что это первая часть человека. Вот вам и столица Перу. И мы поняли, что официальный дилер Харли в Лиме отсутствует, и нам придется пользоваться услугами частных кооперативных гаражей. Мы нашли несколько адресов. На окраине Лимы парни нашли мотосервис, сотрудники которого взялись починить их мотоциклы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я поменял парик. Первое, что нас напрягло, это то, что эта мастерская занималась ремонтом китайской техники. Квадроциклы, мотоциклы. И представьте себе гараж 3 на 3 метра. Я чувствую, что мы проведем здесь адское количество времени. Первое желание, которое возникло, это развернуться и уехать. Они видят наши мотоциклы первый раз. Отсюда надо бежать, потому что нам починят так, что крутосветка на этом закончилась. Но две вещи нас остановило. Первое, это то, что главный механик этого гаража был японец. Второе, что они все-таки подтвердили, что и резина, и масло, и запчасти для наших мотоциклов у них есть. Похоже, Володину мотоциклу пипец. Сейчас на нем поэкспериментируем, я решу, сдавать ли в надежные руки коррозии свой. Получив с нас деньги, они попросили подождать несколько часов для того, чтобы они привезли со склада все детали. В это время японский механик взял зубную щетку и начал чистить Володин мотоцикл. Володя сказал, вот это подход. Я чувствую, что мы в надежных руках, поскольку я всегда не начинаю ремонтировать мотоциклы, пока не приведу их в порядок. Пока они будут абсолютно чистые. Так он сказал вначале, когда прошло 7 часов, запчастей все не было, японец все продолжал чистить Володин мотоцикл зубной щеткой. Это стало немножко раздражать. В сервисе не было никаких развлечений. Мы нашли несколько детских китайских мотоциклов и начали их гонять просто в Гриву. Когда мы уже почти полностью доломали детские китайские мотоциклы, мы поняли, что спасение утопающих делало самих утопающих и принялись за ремонт сани. Мы взяли все в свои руки. За сегодняшний день я не видел ничего, кроме чистки мотоцикла зубной щеткой. И пока не стемнело и мы не начали ремонтировать мотоцикл сами, начали с ремонтом. Пожалуйста, Боженька, помоги нам. Сделай так, чтобы герметик выдержал давление масла. Хорошие парни, Володя и Максим, доехали до Эквадора. Я вспомнил свой мотоцикл «Фиш». Когда мне было 14 лет, в то время, когда у нас не было прокладок, мы все сажали на герметик. И для того, чтобы герметик хорошо держал, самое главное – это очистить поверхность. И жирить ее максимально. И намазывать герметик с двух сторон на обе детали. Так мы сделали и в этот раз. Авторизованный сервис в Лиме оказался полным порожняком. Спустя 4 с лишним месяца путешествия в авторизированном сервисе мы все в ***. Понимание того, что помочь нам уже никто не может. Поздно вечером ребята выезжали из автосервиса, не солоно хлебавшим. Пришлось арендовать грузовик, чтобы загрузить в него несчастного могучего. Была надежда, что установленная парнями прокладка к утру подсохнет, и мотоцикл можно будет попробовать завести. Володя не хотел оставлять своего верного друга одного и ехать в кабине. Они вместе поехали в кузове. Из дневника Макса Единственным возможным выходом для нас на тот момент было просто бросить крич в интернете и попробовать таким образом найти в Лиме специалиста, который мог бы нам помочь. Я не верил, что нет такого человека в столице огромного государства. Мы решили немного подождать и расслабиться. Тем более в Лиме есть чем заняться. Утром Максим, Володя и Дэйв отправились на берег Тихого океана, вдоль которого раскинулся прекрасный город Лима. Мы решили взять паузу, поскольку герметик все равно засыхал. Решили потратить время с толком и покататься на серфинге, так как все в Лиме отчаянные серфингисты. Это, наверное, самое главное развлечение в этом городе. В Лиме все побережье усеяно маленькими серфовыми школами. На волнах плещутся сотни райдеров. Более того, в эти дни в Лиме проходит этап Кубка мира по серфингу. И у нас даже появилась возможность покататься на одной волне с корифеями серфинга со всего мира. Ну что, Дэйв, как ощущения? Нормально, только мне надо немного отдохнуть и потупить. А с нами не хочешь на серфинг поплавать? Ну, в коем случае, я утону. Новый попутчик наших героев Дэйв участвовать в Кубке мира по серфингу отказался, мотивируя это отсутствием опыта. Максим и Володя так же не имели опыта, но сей факт для русских парней никогда не являлся аргументом. Я немножко попонтовался и взял доску покороче. И чтобы оставить хорошую память о своих понтах, приклеил на нее видеокамеру. Володя взял нормальную большую доску, и мы отправились в отважное плавание. Запомни меня, как у клевого пара. Жизнь коротка, жги по полной. На всякий случай Максим и Володя наняли инструктора и отправились в плавание по волнам. Удержаться на доске в прибрежных водах Лимы было не так просто. Инструктор периодически брал доску с камерой и показывал, как это надо делать. Однако повторить то, что он делает, особо не получалось. Пробарахтался я, наверное, минут 40, может быть, чуть меньше, чуть больше. За это время у меня было три удачных попытки встать на доску и ни одной удачной попытки проехать. Сколько доска была слишком короткой для моего веса и очень спокойных волн. Я два раза встал, но ни разу не проехал. Как нормальный москалский час. А Володя, как большой дельфин, на большой доске периодически проезжал мимо меня, на радость инструктору мне и, собственно, самому себе. Ты видел, как я занырнула? Вышел на гребне полнота. После серфинга пришла хорошая новость. Нашелся механик, которого рекомендовали местные байкеры. И по их информации, это единственный специалист, который разбирается в Харлей-Дэвидсоне. Парни решились завести Володин мотоцикл и доехать своим ходом до нового механика. А там будь что будет. Нам нужна твоя помощь. Привет, меня зовут Влад. Это Макс. Дэйв. А это Дэйв. Мы видели потрясающего механика. У меня были все виды инструментов. Замечательный гараж с фотографиями мотоциклов и девчонок. И стало ясно, что мы наконец-то в хороших руках. А самое важное, что нужно сделать, это проверить все прокладки. Я определяю настоящего механика по нескольким показателям. Первое, у него не должно быть зубной щетки. Второе, это какие инструменты он пользуется, что важно. Третье, наверное, это как он слушает, какие у тебя проблемы, какие вопросы задает. Короче, нам нужно проверить и починить все, что только можно. И сделать это нужно за сегодняшний день. Для любого нормального мужика в гараже должна быть телка. И телка у него правильная. Ну что, похоже, ангел опять с нами. Какой же это прекрасный механик. Он навел порядок. Макс, твой байк полностью готов. Я по-новому закрепил твои кофры. Выбери, как тебе больше нравится. Влад, на твоем байке я поменял тормозные колодки. Посмотри, что с ними было. А твой и Макс еще поработают. Я счастлив. Я счастлив. Я знаю, что мы теперь доедем до конца кругосветки. Потому что пару дней назад я немножко... О-о-о. Из дневника Володи. Мы нашли не просто талантливого механика, но и настоящего друга. Думаю, что его нам послал сам Господь. За несколько часов Родриго привел наши мотоциклы в полный порядок и взял деньги только за запчасти. Он расспрашивал нас о России и о странах, которые мы проехали. Кроме того, он рассказал нам все, что знал о латиноамериканских дорогах. Наша кругосветка до сих пор продолжается во многом благодаря тому, что мы встречаем по дороге таких людей. Когда ребята выкатывали свои мотоциклы из гаража Родриго, Володя неожиданно заметил в окне напротив лицо прекрасный дом. И, подобно пылкому латиноамериканцу, в нем забурлила кровь авантюриста, сердцееда и любителя приключений. Сейчас в тебя выйдет моя сестра. Лучше ты выходи. И пусть выходит твоя мама. Буэнос ночес, сеньора. Гони от наших ворот этого необузданного конкистадора. Что вам угодно, сеньора. Гони его прочь. Ты хочешь убить меня этим молотком? Да нет. Этим молотком я чиню свой мотоцикл. Я рада за тебя. Ну и чини дальше, а нас оставь в покое. Я хочу познакомиться с этой прекрасной Донной в окне. Что, что? Сестра твоя понравилась. Вот что. А я тебе нравлюсь? Нет, нет. Мне нравится девушка в окне. Ах так? Тогда пошел вон. Кто знает, как сложилась бы судьба Владимира, ответь ему девушка взаимностью. По крайней мере, он использовал все шансы стать соседом Родриго. Как всегда, сердцам не суждено было соединиться. Злая старшая сестра убила романтику между нами. И весь мой порыв свелся к простым привлеканиям в дверях. Хочу узнать свою тещу. Зови тещу. Тещу зови тещу. Настало время прощаться. Общение с новым другом Родриго было скоротечным, а расставание долгим и трогательным. Похоже, из нашего мотоцикла сделали инопланетное средство передвижения из одной галактики в другую. Моя планета. Обращались с Родриго как настоящие братья и понимали, что в следующем нашем кругосветном путешествии мы обязательно будем ремонтировать мотоцикл в Перу и только у него. Моя планета. Благодарим медленно. Моя планета. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok